добрый день всем подписчикам зрителям канала в общем ребята все мы сделали сегодня воскресенье надо отдыхать отдыхаем крестовины сейчас прошприцевали их то есть кардан вчера этот собрали полезем сейчас вниз надо будет еще ручник собрать там провода спидометра все дальше будем показывать что там намас обидели потихоньку говаряемся так 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 наживить его есть контакт шайбочки граверочки обязательно надо ставить я вот тут еще заморочился у меня вот здесь вот был у меня такой момент вот эти болты открутились и кардан на хрен отпал и наворотил не тут поэтому я такую скобу сделал что если даже тут болты откручиваются кардан никуда не выпадет поэтому я и на америке буду такое делать так давай мне этот ключи поставил сюда сейчас новая даже резинку значит я как делаю снимаешь да я как делаю значит я чтобы не рвало здесь резина я допустим как дела я сначала наживляю подвесной потом затягиваю вот эти гайки потому что резинка она туда подается а потом затягивают эти есть сейчас едете затяну начну затягивать не насчет вот эту резину которая тут есть и начинает вырывать очень получается ерунда этому сначала 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 надо затянуть вот эти гайки потом уже лепить остальные и не выпадет кусок золота суром и колесо льна подократить вверху эту скобу я уже затянул тен тоже так подтянул потом протяжка я возьму колесо подократим чтобы можно было проворачивать ручником дергаешь и спокойно затягиваешь перед ними колесами стоит в одном краде ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, ребята, я прошприцовываю, чтобы все чики-пики было. Чтобы все работало огонь. Так что бафик готовится к серьёзным поездкам. Я вот вообще не пойму, неужели вот люди, которые содержат свои машины. Я не пойму, неужели вот это вот трудно сделать. Уделить, блин, 20 минут со временем. Пройти всю машину, шприцануть. И она будет работать годами. Почему такие люди ленивые, блин, непонятно. Неужели это так трудно? Все, прошприцовал. Сколько? Три минуты, минуты. Все мажется, все шприцуется, все, все, полное, чудо даже. Все, блин, хавлевые, шмалевые, блин. Баршовые. Ну, все, у меня даже шприцевать можно было. И шприцевать. Вся машина, ребята, прошприцована. Сейчас пройдусь. Шкварь, мясо, все, финины. Шкварь, шкварь, все, лезет. Все нормально, сейчас пройдусь и тяги рулевые. Все, фигню, блин. И будет у меня бафик еще служить десятками лет. 350 рублей, дюймовый, блин. Цепить кубик и пройти его, не знаю. Что за человеческая лень, блин. Зато машина будет работать. И горе не знать, блин. Все. Всю машину прошлицовал. Правда, выпачкался здесь. Самое главное, кастрюлю с воздуха на не забыть. В общем, ребята, что, значит, масло я сейчас коробку залил. Карданы поставил, затянул. Здесь поменял под штанами. Прокладка мне не нравится, когда я ее снимал, она сечет. Вот. Ну, машина сколько простояла, наверное. Да, неделю, наверное. Сейчас заведу, чуть-чуть ее прогрею. Покажу я вам сейчас, как я на своих машинах, на всех. В течение 20 лет меняю масло. Масса, 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 масса. Костюм убрал. Воздух пищит, потому что я ногами там цеплял. Как работает, ребята, машина. Вот так работает камняный китаец. Вот это китайцы так работают. Кончено. А сейчас я вам покажу, как я на машинах меняю масло. Прогреваю мотор. Чуть-чуть он поработал. В общем, прогрел я мотор. В том, у меня есть солярка. Беру в двигатель. И наливаю примерно... До хрена, может, литр. Литр солярки. Завожу. И машина работает минут пять. В общем, поработала. Машина пять минут. Сейчас я сливаю масло, а потом дальше покажу. Бадайбу дает знать. Поддоном. Чуть-чуть, блин, зацепился. Сюда-то чуть-чуть зацепился поддоном. Но, слава богу, не пробил. Ковры персидским хана. Засрал ковры. Ну, что, по-пылесосить будет нормально. Масло шикарное. Шикарное масло. Масло сливается. Масло уже почти слилось. Вот, пробка открытая. Вставляю ленечку. Беру солярочку. Еще солярочки туда. И вот так, ребята, я делаю всегда. Вот я сейчас промыл. Вытекает. Посмотрите, какая такая мочмолня там уникальна. Вот. Сейчас у нас печет. У меня есть. Такие волшебные. Вот такие волшебные блокаупцы. Сейчас иметь кучу фильтр. Сейчас в общем стечет, пускай. Потом. Тазик передвинул. А, фильтр. Пошел за фильтр. В общем, некоторые умники. Ну, их как бы много там в интернете. Они пишут. Пишут какие-то странные вещи. Что. Что фильтр не надо масло заливать. Еще там какая-то химияра. Ну, в общем, пусть они не заливают. Им это не надо. А я заливаю всегда. Так, заливал. Так и буду заливать. Объясню почему. Потому что, сейчас после того, как сливаю я сливаю полностью масло, фильтр сухой. Фильтр работает только тогда, когда он заполнен маслом. То есть, у него структура бумаги такая. То есть, если сейчас его не заполнить, значит, пойдет сюда давление, пока он пропитается. В общем, ребята, сюда фильтр не заливают. Не надо. Это вам ни к чему. В общем, на фильтр где-то литр масла уходит. Вот я залил масло, да. Смотрите, что происходит. Залил полный фильтр. Сейчас этот фильтр стоит. И в нем вообще масла практически не будет. Покажи им туда. Вот пол фильтра впитало. Пол фильтра вот так. В общем, разливаю это все. Вот он сейчас впитает. И уже впитывать не будет. Вот такой фильтр я заключу полный. В общем, я залил больше литра масла сюда. Вот он впитался. И никуда он уже не вытекает. Сейчас я буду откручивать. В общем, льну я и Газпром, и всю фигню. И все нормально. Сейчас я пойду пробочку. Закручу с той стороны. В общем, пойдем посмотрим дальше. В общем, каждый раз. Когда я откручиваю пробку. На пробке есть вот такая гайка. Гайка это идет медная. Сейчас я сниму. Она поджимается. Сейчас я ее, в общем, сниму пайочку. В общем, снимаю я гайку. Медная. Есть вот такая кирогазка. Прокаливаю гайку. Шайбочку. Прокаливаю, ребята, до характерного белого цвета. Ну, смотрите, не перепалите. Сейчас она насчет свет меняет. Вот уже играет. И желание. Можно ее отстудить, ничего себе не будет. Расскажу, что в чем прикол. То есть, теперь вот эта шайба. Вот такой толщины. Она становится мягкой. Гнется спокойно. Я ее даже, видите, да? То есть, не хочу ее уродовать. То есть, она вот так гнется вообще спокойно. Все, теперь закручиваешь ее туда. И каждый раз, как откручиваешь, желательно их прокаливать. Сейчас даже подтягиваете. Чуть вот так подтянул. Все. Сейчас я отключу фильтр. А, они тут передвигаются. В общем, меняю я масло. Каждый десять тысяч. В общем, ребята, меняю масло. Каждый десять тысяч. Все, я внутри вытираю. На резинках здесь масло по-любому есть. Жирное, но закручиваю. В общем, очень-то грязная работа. Я представляю, сколько в моторе, блин, по тридцать литров, блин. Сейчас закручу фильтр. По тридцать литров, блин. Масло будет. Фильтр вытру. Чтоб с него видно было где-то там, подтелки, не подтелки. Все, фигни. Все, сейчас буду заливать масло. Значит, сюда масло идет. Получается где-то литроводилось. Ребята, очень мне нравится. Свистит ремень. Ремень подсвистывает. Сейчас я что сделаю. По-быстрому ролик поменяю. Не ролик, а подшипник поменяю. Сейчас покажу. В общем, вот ребята, скажите, как поехать в мастерскую, да? Поменяю масло. И если ты сам это не видишь, не слышишь, как это все обознал? Услышать и обозначить. Я слышу, что ремень подсвистывает. Значит, подшипник сюда стоит. Я купил более 150 рублей. Говно из КСовское. Японских здесь никто не продает. 203. Поэтому я лучше поставлю китайский за 80 рублей. И раз там в 30 тысяч, его поменяю. Сейчас покажу. Он нормальный. Ну, вот я на нем прошел 40 тысяч. Нормальный. Менять не буду. Меняется элементарно. Вытащил. Бахнул. У меня он их два штуки лежит. То есть точно такой же подшипник стоит и в коленвале. Поэтому у меня в запасе два штуки. Это трогать не буду. Значит, это надо на месте. В общем, ребята. Масло залил. Все залил. Значит, что мне теперь сейчас еще надо? Сейчас я пускаю кабину. Вот. И мне еще надо... Сейчас я сяду, посмотрю, что у нас с сцепления. Обязатель сцепления поменял. То есть надо сейчас будет лапку или погрести, или отвести. Рядом. Штуки надо засыпления. Сейчас я выгоняю машину. И надо проехать, посмотреть, что там карданы, вибрация, вся эта фигня. Только когда в рейс не поехать, не было никакой неожиданности. Ну, в общем, сейчас выехал. Надо выскочить, попробовать. Вообще, там мудиты, мудиты, вибрации. Коробку посмотрим, как коробка включается. Зато, может, я там наширял, у меня там одна скорость. Ну, пока наимели, пока задняя есть. Вторая тоже. Третья есть. Четвертая есть. Сейчас она разогнается, на вибрацию. Коробка не гудит. Третья есть. Ну что, ребята, богатан. Продолжение следует... Субтитры создавал. Вот там вода и пол. Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok